итак вот он вот он наконец-то готов наш домашний бургер сейчас его попробуем и заценим результат для этого мы взяли чупа-чупс стояла очень давно в холодильнике полы к сожалению нет попробуем фанта фанта но холодная надо быть осторожным так друзья поехали давай посмотрим для начала на него вот она вы просто дома из подручных средств по быстренькому сделали такой бургер то есть я вам могу сказать что с виду он ничем не уступает бургеру из ресторана не из макдональдса даже а из ресторана а то и даже превосходит знаете почему потому что я уже один такой только что съел и знаю его вкус и здесь вы можете подобрать для себя ваши любимые соусы кетчуп сделать остроту то которое я очень люблю острый поэтому добавил много острого соуса и так поехали соус капает это значит сочный сочный и мощный круче чем блэкстар правда я в блэкстар не был и неизвестно когда буду может даже вообще не буду у нас просто в стране его не друзья это ужин-то хуже Играет музыка. Играет музыка. Хорошо так дома покушать после трудового дня. Друзья, напишите в комментариях, любите вы бургеры или нет. Я вас только очень прошу, пожалуйста, не пишите гадости. Смотрят дети, смотрят дети и подростки, которые уже умеют читать. Зачем гадости писать? Напишите что-то умное. Ребенок раз прочитал ваш комментарий и понял какую-то умную цель или идею, до которой он в книжке, допустим, сам не дойдет или не доберется. А хороший какой-то посыл очень много может на ребенка повлиять. Есть такое выражение, друзья, что вся нужная и самая мудрая информация находится как бы в одной книге. Но чтобы эту выжимку найти, нужно тысячу книг прочитать. Вся информация поместится всего лишь в одну. Но чтобы найти, тысячу книг прочитать надо. Так вот, возьмите свою выжимку, мудрость свою, которая у вас есть, совет какой-то дельный, хороший, и напишите. Соседний человек прочитает, и ему это поможет. И помните, друзья, чтобы быть здоровыми, их нужно поменьше есть и подписаться на наш канал. Особенно плохой еды.